Добрый день, дорогие друзья! Отдел краеведческой литературы библиотеки имени Белинского рад приветствовать вас на выставке, посвященной Домам Горсовета в Екатеринбурге, которая является своеобразным продолжением выставки «Окна города. История Екатеринбургских площадей». На выставке представлены сохранившиеся в Государственном архиве Свердловской области проекты и чертежи первых многоквартирных домов Свердловска. Среди документов особенно интересен план бывшей усадьбы по улице Вайнера, на месте которой был построен Дом Горсовета номер 5. По архивным фотографиям можно восстановить все этапы строительства Дома Горсовета номер 1. Особую атмосферу тихого и уютного Свердловска воссоздают фотографии 30-40-х годов XX века. Экспозицию дополняют книги и статьи по архитектуре Свердловска Екатеринбурга, посвященные конструктивизму. Представленные на выставке путеводители по городу и Свердловску, и Екатеринбургу позволяют взглянуть на Дома Горсовета в контексте городского пространства и по-новому открыть для себя знакомые места. Уникальный экспонат выставки – книга Александра Ильича Ништата «Свердловский индустриальный», изданная в 1934 году. В главе «Жилища Свердловским рабочим», посвященной строительству жилых домов, он разместил не только статистические данные о построенных квадратных метрах, но и рассказы о счастливых новоселах. 20-30-е годы в нашей стране были ознаменованы реконструкцией застройки городов и размахом жилищного строительства. Руководством был взят курс на индустриализацию, что вызвало большой приток в города рабочей силы. Поэтому новая власть нуждалась в создании удобного, красивого и комфортного жилища для рабочих. В Свердловске одним из первых архитекторов, предложившим проекты новых жилых домов для быстро развивающегося города, стал Сигизмунд Домбровский. В 20-30-е годы XX века по его проектам и по заказу Свердловского Горсовета, Городского Совета Народных Депутатов, в городе было построено 4 жилищных комплекса, так называемые дома Горсовета. В 1925 году на месте деревянного частного сектора на проспекте Ленина, 36, началось строительство первого в городе каменного многоквартирного дома. На первом этаже были спроектированы общественные пространства. В квартиры были проведены водопровод, канализация и электричество. Ванн не было, только туалеты и умывальники. В 1928 году дом был сдан и заселен первыми жильцами. В книге «Свердловский индустриальный» мы читаем такое описание дома Горсовета. Квартира номер 49. Здесь живет рабочий Мезенцев Алексей Васильевич, прессовщик завода имени Воеводина. Производственный стаж 26 лет. Квартира в две комнаты с кухней, жилая площадь 30 квадратных метров, семья 5 человек. В квартире водопровод, канализация, электрическое освещение, центральное отопление. Товарищу Мезенцеву квартира эта с полным коммунальным обслуживанием обходится 49 рублей 50 копеек в месяц. Уходит на работу товарищ Мезенцев, уходит и его жена. Но детишки не сидят на запоре. Старшие в школе, младшая дочь Нина в детском саду. Здесь в чистых комнатах проводят день 120 человек детишек, рабочих и служащих, проживающих в доме. Детский сад, 4 больших комнаты, специальный штат педагогов, руководящих детским воспитанием, обслуживающий персонал. И в детском саду, и в детских яслях плата взимается в зависимости от заработка и семейности рабочего. Обычная плата не свыше 3-4 рублей в месяц. При доме прачечная домовая баня. Детский сад и ясли стирают белье в этой прачечной и все жильцы дома пользуются услугами прачечной и бани. В целом свой внешний вид первый дом горсовета сохранил до наших дней. Это г-образное здание с лаконичными фасадами и достаточно необычными балконами, прямоугольными, угловыми и треугольными. Над балконами барельефы, изображающие гербы с колосьями, серпом и молотом. На более поздних дома горсовета такого будет уже не увидеть. Второй жилой комплекс был построен совсем рядом с первым, практически напротив. Начатострельство было в 1927 году. Дом был сдан на следующий год. Здание п-образной формы. Это два похожих друг на друга корпуса, расположенные по улице Пушкина и Горького. А между ними еще один средний корпус. Лепных украшений на фасаде уже нет, здесь становится более аскетичным, но зато есть украшения в виде полукруглых балконов. Снова обратимся к книге «Свердзовск индустриальный». Вот второй дом горсовета по Пушкинской улице, квартира номер 2. Здесь живет рабочий товарищ Семянников Иннокентий Федорович. Он электромонтер городских сетей, производственный стаж 19 лет. Занимает отдельную квартиру, две комнаты с кухней. Жилая площадь 35 квадратных метров, вся семья 6 человек. В квартире полные удобства. Водопровод, канализация, электрическое освещение, центральное отопление. Платит в месяц 40 рублей. Квартира удобна, шкафы для платья в стене уборная, а это раньше считалось недосягаемой роскошью. Дела по хозяйству хоть и порядочно, семья большая, да зато в доме хорошо с хозяйством справляется хозяйка. Пратичная при доме, тут же баня, магазин рядом. Остается время на общественную работу. Тысячи рабочих и их семьи живут в таких же условиях. Корпус, стоящий на улице Горького, считался домом для жителей с определенными привилегиями. Здесь располагались трех и четырех комнатные квартиры. Средний корпус предназначался для обслуживающего персонала, воспитателей детского сада, шоферов и прочих. Это было уже общежитие коридорного типа с общим санузлом и кухней. В цокольном этаже располагались баня, прачечная и библиотека. А на первом этаже детский сад и ясли. Если первые жилые комплексы дом Горсовета номер один и номер два имели компактную застройку и состояли из трех жилых корпусов, то дома Горсовета номер три и номер четыре, в отличие от первых, представляли развитую объемно-пространственную композицию и занимали целые кварталы на территории старого Екатеринбурга. Архитектурный облик фасадов этих домов был решен более аскетично. Пластику здесь уже определяют выступающие объемы лестничных клеток с застекленными вертикальными светопроемами. Это угловые балконы и ритм окон. В январе 1928 года в Президиуме Горсовета произошло очередное обсуждение проекта застройки Синой площади. А через несколько дней на страницах газеты «Уральский рабочий» было опубликовано интервью с архитектором Сигизмундом Домбровским, автором проекта застройки Синой площади, где говорилось о том, что на свободном пространстве будет построен жилищный комплекс. Также читатели «Уральского рабочего» могли узнать, что 70% квартир в новых домах Горсовета будут трехкомнатными, а 30% четырехкомнатными. В доме планировались сквозные подъезды, имеющие выход как во двор, так и на улицу. Особое внимание в проекте застройки уделялось благоустройству дворов. Перед каждым домом должен был быть разбит палисадник. В строящемся квартале планировалась прачечная, предназначенная для обслуживания жильцов новых домов. Застройку и благоустройство площади предполагали завершить в течение трех-четырех лет. В конце марта 28 года на Синой площади начались работы по строительству первого корпуса дома Горсовета номер 3. Это угол Декабристов Красноармейская, а сейчас это улица Декабристов, дом 16-18, корпус Б. Несмотря на все сложности, строительство дома Горсовета номер 3 получилось завершить в срок к началу осени 1929 года, а в октябре этого же года началось распределение новой жилплощади. 50% Горсовет передавал Уралпрофсовету для распределения квадратных метров между Свердловскими пролетариями. 23 квартиры были отданы текстильщикам, 10 квартир строителям, металистам 5 квартир, железнодорожникам 4, медикам 2 и ответственным работникам 6 квартир. В СМИ особо отмечалось, что в новом доме Несенной в каждой квартире будет отдельная кухня. Ранее при заселении дома Горсовета номер 2 были случаи недовольства домохозяек общими кухнями. Эти случаи обсуждались на страницах местной печати. Официально дом Горсовета номер 3 Несенной площади был сдан в эксплуатацию к празднику 7 ноября 1929 года. В 1930 году в этом доме открылись детские ясли и новый продуктовый магазин. Дом Горсовета номер 4 это большой комплекс домов, расположенный на проспекте Ленина 5 под дробью 1, 2, 3 и 4. Он был построен с 1929 по 1931 год. Проект был весьма масштабным. Помимо жилых корпусов, проектировавшихся как коммуна, здесь предполагалось построить баню, два магазина, парикмахерскую и ясли. Из задуманного осуществили не все. После постройки жилых корпусов первым открыли гастроном. В квартиры заселили много рабочих верхесецкого завода. В доме были проведены коммуникации, печное отопление. Сами квартиры являлись коммунальными и различались по площади. Трехкомнатные это 75, а четырехкомнатные 95 квадратных метров. Новая часть здания была встроена в этот комплекс в 1959 году. Это дом в стиле сталинского ампира. Дом Горсовета номер 5 появился на улице Вайнера в 1928 году на месте бывшей торговой площади, снесенных лавок и усадеб. Здание коридорного Тива проектировалось как дом коммуна с магазинами. На его территории предполагалось разместить детский сад и спортивный зал. Спортивный зал построен не был. Архитектором нового дома Горсовета стал Владимир Дубровин. Планировалось строительство четырех домов и детского сада с благоустроенным двором. В итоге появился только один, зато большой, и состоящий из пяти блоков, стоящих в шахматном порядке. Во дворе находился фонтан, который до настоящего времени не сохранился. Снова обратимся к книге Свердловск Индустриальный. Дом номер 5 Горсовета по улице Вайнера. Прекрасный благоустроенный дом. Водопровод, канализация, центральное отопление, солярий, столовая, красный угол. Но поглядите, что делается в коридоре этого дома? Грязь. В отдельных квартирах клопы. Вчера побелили, сегодня не узнаешь, где белина. Не умеем бережно относиться к собственному имуществу. Выходы там захламлены, часть из них забита, а чердаки открыты для кого угодно, и преступный элемент свил себе там гнездо. Балконы не доделываются третий год. Недоделки – это бич нашего строительства. Вот такая критическая заметка про дома Горсовета номер 5. Но тем не менее, в июле 34 года здесь был открыт первый гастроном Свердловска, самый большой в области. Дома Горсовета – это прекрасный памятник конструктивизму и всей эпохи 20-30-х годов Свердловска. Это были первые многоэтажные дома города, которые отличались комфортом и удобством. Они реализовывали главную цель – создать социальный, идеальный быт для простых рабочих людей. И с этой задачей первые дома Горсовета отлично справились. Приходите к нам на выставки в отдел краеведческой литературы. Мы будем всех вас рады видеть.